Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2665. Тема «Старобрядцы». «Кто начал преследование старобрядцев? Светская власть или духовенство?» Ответ старобрядческого митрополита Андриана. При Алексее Михайловиче начался жестокий искусственный отбор. «Принимаешь новый обряд – значит, ты свой». А выяснилось это по внешним признакам, по двуперстию, по произношению Иисусовой молитвы. Кстати, многие не знают, что древняя ее форма «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» «Помилуй меня грешного». На соборе 1666-1667 годов была отменена. На исповеди священники начали спрашивать, не исповедуешь ли в этой молитве Христа Сыном Божьим? Всех, кто осмелился воспротивиться генеральной линии, стали подвергать пыткам и преследованиям. Делали это царские воеводы и чиновники. Так, например, государевые войска в течение 10 лет осаждали святую Соловецкую обитель. А после ее штурма почти все братья и прочие насельники монастыря, числом более 500 человек, были подвергнуты жестокой казни. Впрочем, понятно, что идеологический заказ на эти преследования поддерживался официальной церковью. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина. Секта – узость взгляда на истину. Но старообрячество поражено данным видом сектанства более официальной церкви. Если ты к ним зашел и не так пальцы сложил, то тебя и обзовут, и выгонят. Мне пришлось за 42 года миссионерской работы побывать во многих сектах, проповедуя им. Я подтверждаю с полной ответственностью, что нет более злобной, более нетерпимой, более невосприимчивой к евангельской проповеди среды. Как именно старообряческая? И из всех самой нетерпимой является именно белокреницкая. Притом, это почти везде так. Страшный снобизм, приглупейший. Совершенное незнание Библии, неверие Слову Божию и во всем узость взгляда, мстительность и лживое злоречие. Их и преследовать не нужно, они сами себя преследуют. Борьба за указку, за правильность своего личного взгляда, будь то икона или антихрист. Галатам 5.15 Предписано за все благодарить, за все, за все, что жжет и допекает. Пусть это знает юный и старик, когда свободный и когда в капкане. Пусть бедность многодетная не плачет и не завидует обжорству у соседа. Из лебеды от лебедя калачик к нам докатился и совместно съеден. Махровым веером обида распушилась. В ход благодарности затянут озлоблением. Прорвемся с аллилуйей до вершины и водрузим расцветший жезл зеленый. Нам сколько б не подсунула нужда. Неблагодарности за плесневелых хорок. С умиротворением будем ожидать. К нам обещал прийти спаситель скоро. При благодарности незримый аромат. Не только изо рта, но и из деяний. Дух просветленный сыплет в закрома. Для внуков, для потомков, не для пьяных. Пусть знают, мы неропотом давились среди разброда, вакханалии жутких. В нужде нешуточной нас прикрывала милость. Мы с юмором дружили, с чистой шуткой. С благодарением закрывали дверь, где нам отказано. Осмеяны вдогонку, но нет запретов в будущем и впредь. При лучших временах нажать к ним кнопку. Глобализация в отчаянии гонит. Безвыходностью сравнивает с пылью. От данных раб неистовые кони, но избавление жене в орлиных крыльях. Маршрут земле Бог выписал давно. И нечего зря злиться, трепыхаться. Не переборщи с ереем, не повреди вино. Несут пророчества последнее охапкой. 31 марта 2005 года. Игнатий Лапкин. Субтитры подогнал «Симон»